Вы знали, что на дне Марианской впадины скрывается нечто, от чего ученые не могут оторвать глаз. Это место – настоящий кладезь научных сенсаций. Сегодня вы узнаете, как невиданные существа и необычные явления заставили ученых пересмотреть свои взгляды на мир. Приготовьтесь, впереди истории, которые могут изменить ваше представление о Земле. В 2023 году ученые из Океанского университета Китая в Циндао сделали открытие, обнаружив новый вирус бактериофаг на дне Марианской впадины – самой глубокой точки Мирового океана. Микроорганизм был найден в осадочных породах, поднятых с глубины 29200 футов. Исследователи продолжают активно изучать этот бактериофаг, и уже установлено, что он заражает бактерии и размножается внутри них. Данный вирус инфицирует бактерии типа Халомонос, часто встречающиеся в отложениях глубоководных морей и гидротермальных источниках. Важно отметить, что обнаруженный вирус не представляет угрозы для человека. «Насколько нам известно, ни один изолированный фаг в Мировом океане не был найден на большей глубине на текущий момент», – прокомментировал находку вирусолог Мин Ван. Анализ нового вируса позволил классифицировать его как ВБХМЭКХАХ4907. По словам Мина Вана, исследование генетического материала фага указывает на существование ранее неизвестного вирусного семейства в океане. В 2021 году в Марианской впадине ученые обнаружили скопление вирусов огромных размеров, превышающих даже бактерии. Исследователи подчеркивают, что в отдельных случаях гигантские вирусы могут вызывать повреждения тканей у млекопитающих. Но пока нет данных, подтверждающих возможность прямого вреда для человека. Как сообщает National Geographic, группа ученых из Шанхая извлекла с морского дна отложения, содержащие колонии вирусов, включая очень крупные виды. Мимивирусы ранее находили и в других местах планеты. Но именно в Марианской впадине, где давление в 1100 раз выше атмосферного, они достигли аномально больших размеров. Мимивирусы относятся к виду Акантомоиба полифага мимивирус и используют в качестве хозяев амебы Акантомоиба. До октября 2011 года считалось, что мимивирус обладает самым крупным капсидом – около 0,02 мил в диаметре. Однако позже был обнаружен еще больший мегавирус – мегавирус Чиленсис. В Марианской впадине популяция мимивирусов составляла около 4% от общего числа вирусов. Всего же со дна подняли 15 разных типов вирусов и более 100 видов других микроорганизмов. Помимо своих размеров, мимивирус выделяется чрезвычайно сложным геномом, содержащим более 1,2 миллиона пар оснований. Например, геномная последовательность вируса COVID-19 в 40 раз меньше. Влияние мимивируса на организмы продолжает исследоваться. Известно, что в некоторых экспериментах он вызывал повреждения тканей у млекопитающих, но доказательств его опасности для человека пока нет. Существует теория, согласно которой мимивирусы прошли обратную эволюцию. Из микробов они превратились в вирусы, сохранив при этом множество функциональных генов. Предполагается, что эти гены помогли вирусу выжить в экстремальных условиях большой глубины. Анализ показал, что гигантский вирус может использовать продуктивные гены для поддержки своих хозяев, грибов или одноклеточных, ускоряя расщепление поглощаемых углеводов. Такой ускоренный метаболизм и рост дают хозяевам и вирусам преимущество в конкуренции. Смотрите далее, и вы узнаете, какие еще шокирующие находки обнаружили ученые на дне Мариинской впадины. В феврале 2024 года океанологи из Scripps Institution of Oceanography обнаружили пивную бутылку на дне Мариинской впадины, что стало неожиданным открытием и вызвало беспокойство среди экологов. Мусорный предмет каким-то образом преодолел почти 7 миль и оказался на самой глубокой точке земной поверхности, известной как «бездна Челленджера», расположенная в западной части Тихого океана. Бутылку заметили во время погружения на дно Мариинской впадины с использованием управляемого подводного аппарата. Примечательно, что на стекле бутылки оставалась наклеенная этикетка с брендом. Эксперты подчеркивают, что даже самые отдаленные участки земли подвергаются риску загрязнения отходами. Находка в бездне Челленджера подтверждает это предположение. После обнаружения бутылки океанологи обратились к общественности с призывом изменить отношение к природным ресурсам, особенно к водным. Они настоятельно рекомендовали международному сообществу задуматься о разработке эффективных методов очистки океанов и предотвращению дальнейшего загрязнения. Также исследователи планируют провести расследование, чтобы понять, каким образом бутылка оказалась на дне Мариинской впадины. Еще в 2018 году японские морские биологи сделали тревожное открытие. Пластик и другие неорганические отходы достигли дна Мариинской впадины. На глубине 35 754 фута был обнаружен пластиковый пакет. Эта находка ярко демонстрирует масштаб проблемы загрязнения океана, которая с каждым годом становится все более острой. Группа ученых из Японского агентства по морской науке и технике под руководством Кацунори Фуджикуры проанализировала фотографии и видеозаписи, снятые глубоководными аппаратами в Атлантическом, Тихом и Индийском океанах в период с 1983 по 2014 годы. Результаты анализа оказались шокирующими. Пластик повсеместно встречается на глубинах свыше 19 500 футов, причем в 92% случаев отходы состоят из одноразового пластика. После пластика чаще всего встречались металлические отходы и резиновые фрагменты. В среднем ученые зафиксировали от 17 до 335 кусочков пластика на квадратную милю на глубинах от 3281 до 19,5 тысяч футов. Больше всего пластикового мусора было обнаружено в северной части Тихого от 25 до 33% и Индийского океана 31%. Ученые из Орегонского государственного университета в США зафиксировали и проанализировали необычный шум, исходящий из Марианской впадины. Этот звук отличался необычным широкополосным спектром. Запись включает глубокий гулкий звук с низкочастотными стонущими нотами и высоким металлическим звоном в конце, как описывают исследователи. Команда из Морского научного центра Хатфилда в ОСЮ назвала этот звук «западно-тихоокеанским биотвангом». Впервые этот звук был зафиксирован в октябре и ноябре 2014 года во время 38 погружений. Затем ученые снова услышали его в марте-апреле 2015 года, зафиксировав 436 звуков. Запись звука производилась с помощью пассивных акустических океанских планеров, которые могут работать на глубинах до 3280 футов в течение нескольких месяцев. Длительность каждого звука составляла от 2,5 до 3,5 секунд, а диапазон частот колебался от 38 до 8000 Гц. Дальнейшие исследования позволили предположить, что источником звука могли быть карликовые киты. Малые полосятики, обитающие у Большого барьерного рифа возле северо-востока Австралии. Однако у этой гипотезы есть слабое место. Звуки, издаваемые усатыми китами, обычно ассоциируются с периодом размножения и фиксируются преимущественно зимой, тогда как западно-тихоокеанский биотванг регистрировался круглый год. Недавно ученые установили, что радиоактивный углерод, выброшенный в атмосферу вследствие ядерных взрывов в 20 веке, достиг самых глубоких слоев океана. Исследователи из Китайской академии наук в Гуанчжоу обнаружили следы радиоактивного углерода в мышечной ткани ракообразных, обитающих в Марианской впадине. Хотя для распространения углерода-14 через океаническую циркуляцию требуются сотни лет, чтобы достичь самой глубокой впадины, пищевая цепь ускоряет этот процесс, пояснили ученые. Углерод-14 – это радиоактивный изотоп углерода, который формируется естественным путем в атмосфере под воздействием космического излучения на азот. Он содержится в большинстве живых организмов и используется для определения возраста археологических и геологических образцов. Термоядерные испытания, проводившиеся в 50-е и 60-е годы XX века, привели к увеличению количества углерода-14 в атмосфере, когда нейтроны из атомных бомб вступали в реакцию с азотом воздуха. Уровень углерода-14 достиг максимума в середине 1960-х годов, а затем начал снижаться после прекращения атмосферных ядерных испытаний. После проведения тестов углерод быстро распространился по атмосфере и попал в океан. С тех пор ученые начали наблюдать повышение уровня углерода-14 в морских организмах сразу после начала ядерных испытаний. На дне Марианской впадины накоплено большое количество метилированной ртути, высокотоксичного соединения, которое способно аккумулироваться в живых организмах. Экологи сообщили об этом на международной научной конференции Goldschmidt в 2020 году. Ученые использовали батискав Deep Sea Warrior для погружения в Марианский жёлоб и сбора образцов воды, грунта и мелких рачков с глубины от 3,5 до 6 миль. Все пробы содержали ртуть в очень высоких концентрациях, что удивило ученых, так как до этого момента считалось, что ртуть концентрируется только в верхних слоях океана. Специалисты отметили, что лишь малая доля обнаруженной ртути появилась в результате природных процессов, таких как вулканическая активность или лесные пожары. Основная масса ртути образовалась в результате человеческой деятельности, сжигания угля и нефти, а также добычи железной руды. В процессе этих действий ртуть попадает в атмосферу, а затем в воды Мирового океана. Там она трансформируется в метилртуть, которая активно поглощается морскими водорослями. Эти водоросли становятся пищей для морских обитателей, и, продвигаясь по пищевой цепи, токсичное соединение в конечном счете может попасть в организм человека. Экспедиция, организованная специалистами Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с инженерами National Geographic, обнаружила популяцию одноклеточных ксенофеофоров. Ксенофеофоры, также известные как носители инородных тел, представляют собой гигантские глубоководные амебы, являющиеся одними из самых крупных одноклеточных организмов в мире. Эти простейшие обитают в самых глубоких участках океана, и ученые знают о них немного, так как их хрупкие тела тяжело собирать для изучения. Эти микроорганизмы могут иметь разные формы и размеры, напоминая сферические губки, перистые губки, тетраэдры или четырехугольные фигуры, или уплощенные диски. Ксенофеофоры фактически представляют собой сгустки цитоплазмы, вязкого вещества, включающего ядра. Эти организмы выделяют нитевидные структуры, напоминающие клей, которые прикрепляются к различным элементам среды, таким как минералы или останки скелетов, формируя защитную оболочку, называемую тестом. Ксенофеофоры ползают по дну океана, как слизни, и у них отсутствуют естественные хищники. Амфиподы – это маленькие ракообразные, распространенные по всему океану, но один вид, хиронделия джигас, обитает в глубоководной Марианской впадине. Хиронделия джигас – существо, напоминающее креветку, длиной около двух дюймов, которая питается упавшими деревьями на морском дне. Эти организмы могут долго жить без пищи, но когда находят еду, они съедают все, что смогут, и наедаются досыто. Эти амфиподы вырабатывают в своем кишечнике фермент, способный переваривать древесину, который, по мнению ученых, может участвовать в производстве этанола. Этанол, в свою очередь, используется для производства лекарств, пластмасс и косметики. Галатурии, также называемые светящимися морскими огурцами, представляют собой интересный пример морских существ, тесно связанных с морскими звездами и ежами. Эти животные, хотя и напоминают овощи, на самом деле принадлежат к животному миру. Морские огурцы обладают уникальным защитным механизмом. В случае опасности они сокращают мышцы и вытесняют внутренние органы через анальное отверстие. Морские огурцы, обитающие в глубоких впадинах земли, имеют яркий фиолетовый цвет и прозрачность. Один из самых известных глубоководных огурцов получил название «безголовый куриный монстр». Хотя это может казаться пугающим, наблюдения за движениями этого необычного вида в воде создают впечатление странного, но грациозного водного танца. Марианская глубоководная рыба-улитка – это рекордсмен среди рыб, когда-либо обнаруженных в Марианской впадине. Ученые поймали эту рыбу на глубине 83 суб 50 метров ниже уровня моря и предполагают, что максимальная глубина, на которой она может существовать, составляет 27 723 фута. Этот вид улитки адаптировался к жизни в условиях экстремального давления и абсолютной темноты. У рыбы прозрачная кожа, она слепа и занимает важное место в пищевой цепи Марианской впадины, будучи одним из основных хищников. Желоб – это узкая и глубокая впадина на дне океана, которая зачастую простирается вдоль границ тектонических плит. Марианский желоб, также известный как Марианская впадина, расположен в западной части Тихого океана, приблизительно в 124 милях восточнее Марианских островов. Марианская впадина – самая глубоководная океаническая структура на Земле. Самая глубокая точка Марианского желоба, называемая Бездной Челленджера, достигает отметки 36 201 фут. Максимальная глубина в этой части желоба составляет 36 192 фута. Несмотря на низкую температуру воды от 34 до 39 градусов по Фаренгейту, именно мощное давление делает эту зону крайне опасной для исследований. Давление здесь в тысячу раз превышает обычное атмосферное давление на уровне моря. Марианская впадина давно привлекает внимание ученых со всего мира. Раскрыть все ее секреты потребует еще множество лет и усилий, но стремление к познанию этих глубин остается неизменным. А теперь, друзья, я хочу вам сделать очень интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии, мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота, ссылка в описании. На сегодня это все, всем пока!